Кинуть спасательный круг, потушить пожар, оказать первую помощь. На это и многое другое способны участники соревнований по спасательному многоборью на открытой воде. Накануне в Маргаушском округе они собрали 9 команд из разных муниципалитетов Чувашии, а также Мариэл. С какими испытаниями столкнулись команды и кто стал победителем в репортаже Анны Центовской? Настоящее спасение утопающего – дело не только его рук. Эти ребята готовы прийти на помощь в любой момент. Доказывали они это, спасая манекен с помощью конца Александрова или спасательного круга. Чтобы сдать такой экзамен на пятерку, круг должен упасть на расстоянии вытянутой руки от условного утопающего. Мы с оператором тоже решили проверить свои силы в одной из дисциплин. Здесь нам нужно оплыть вот этот манекен, вернуться обратно и все это на время. Управление лодкой – командная работа. Один гребет, другой направляет на верный курс. Конечно, многие участники с этим заданием справились намного лучше, чем мы. Команде Чебоксарского экономико-технологического колледжа, к примеру, потребовалось всего полторы минуты. Благодаря таким навыкам юные спасатели не растеряются, если увидят тонущего человека. Смогут быстро к нему подплыть и доставить на берег. Вода – коварная стихия. Напомню, только весной этого года на водоемах республики погибло шесть детей, в то время как за весь прошлый четыре ребенка. Цель соревнований – в будущем свести такую статистику к нулю. Цель у нас основная – это научить детей правильно вести себя на воде. Вот спокойно ветра нету, резко поднялся ветер, появилась волна, и дети, отдыхая на воде, могли просто уйти под воду. И чтобы они могли правильно себе оказать помощь себе, самоспасением заниматься, и плюс оказать кому-то рядом находящему эту помощь. Это правило поведения на воде должен соблюдаться всеми детьми, всеми взрослыми тоже. Поэтому мы вот проводим такое мероприятие. Для участников многоборья и пожар потушить – дело не такое сложное. Кирилл Волков, к примеру, смог надеть спецодежду, добежать до места возгорания и потушить его всего за 44 секунды. Это лучший результат соревнований. Я считаю, что справимся нормально. Были, конечно, маленькие недочеты, но буду стараться их исправить, чтобы в следующий раз было все лучше. Ездили, учились, учились в школе одевать, тренировались. Да, на уроках УБЖ, после уроков, в свободное время. Самым сложным этапом для многих ребят стало оказание первой помощи. Задание – правильно делать непрямой массаж сердцем, проверять дыхание и контролировать пульс до приезда скорой. Нас учили, мы готовили к соревнованиям. Вот уже второй раз мы участвуем в таких вот соревнованиях, в таком формате. Данные навыки мне не пригождались жизни и надеяться не будут. Но я готов оказать первую помощь пострадавшему и своим близким. Ребята долго готовились к многоборью. Подтягивали навыки на уроках УБЖ, в свободное время сами повторяли теорию. Также знаниями с ними делились отряды Всероссийского общества спасания на водах. Готовились мы на реке Волге, плавали на лодке также. Также бросали спасательные круги, конец Александрова. Тематические конкурсы мы подготавливали у себя в колледже. Тоже проводили разные викторины. То есть кто знает, что о воде, если кто-то что-то не знает, подтягивали его в этом. Я учусь на МЧС, пожарной безопасности. И в будущем все эти навыки, все вот эти соревнования, которые проводятся. Ленинская волна, там, наподобие школы безопасности, юный пожарный. Вот эти все соревнования, которые проводят, они мне понадобятся в будущем в профессии. После такой насыщенной практической части ребят ждала теория. Им нужно было написать алгоритм помощи при солнечном ударе, ответить на несколько вопросов о воде и нарисовать безопасный, по их мнению, пляж. Все это тоже вошло в общий зачет соревнований. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, сдаем работы. По результатам всех этапов первое место заменила команда пятой школы Новочебоксарска. И на следующих соревнованиях они вновь постараются доказать, что достойны оставить кубок у себя еще на годик. Анна Центозка, Николай Скворцов, Республика. Новочебоксарский, Кадис.